Для тех людей, которые спрашивают, что мы много мусора снимаем, мы снимаем обратную сторону Киева. Потому что Киев это не только красивый город с ухоженными зданиями, за которыми следят. Это также руины, там заросли, хащи всякие, помойки и т.д. То есть мы показываем то, что не видят большинство туристов, которые ходят тоже по центральным урочкам. Вообще я бы рекомендовал тем, кто приезжает в Киев, помимо того, чтобы ходить по Крещатику и другим улицам, сворачивать в дворы и смотреть, какие там есть руины. Киев город контрастов. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы находимся на улице Жеркнеторгской у подножия Щековицы Вот за нами старая автостанция, ее, наверное, скоро снесут А вообще тут сохранился такой старый уголок подол, вот стоят домики А в противоположной стороне находится Жеркнеторг Вот, когда-то тут кипел торг, а вот с той стороны текла колыбочица Когда она еще не была взята в спрямленное русло между нижним валом и верхним валом Она сворачивалась сюда к подножию Щековицы Которая также живет как Олегова могила Возможно, мы ее найдем, но не в этой серии Олегову могилу Странная какая-то призрачная станция, тут нет ничего Хорошо Самое главное, что здесь такой хороший уголок подол Вот старые здания Да, кстати, вот мы забыли сказать, что мы начали снимать новую серию Киевской амплитуды Возвращение в логово Змеева И поэтому мы идем к Кирилловским высотам И по пути снимаем все, что интересно попадает в камеру Вот старые здания Вот такие старые здания, хотя они утыканы спутниковыми тарелками Как будто тут сидит какой-то сверх интернет-провайдер Ну, вот Скажем так, сейчас даже в сельской местности есть хаты А вот смотри, какое здание старенькое Давай к нему ближе подойдем Это Житнеторская 10 Вот такой старый домик, наверное, он памятник архитектуры И доводится до такой кондиции, чтобы его можно было спокойно снести Вот уже к нему слева подобрался забор И прожекторы светят на охраняемый объект за этим забором Очень важный объект, пустырь Вот как всегда Вот мы снова видим Житний рынок За ним возвышается на холме Андреевская церковь Панорама старого подола Сюда подбирается стройка к этому розовому домику Его явно скоро снесут Пока Коля зашнуровывает ботинок Мы сделаем такую вот И все Панорамку Коммунальщики заняты важным делом Убирают листья Ни одного листа не должно остаться на улице По мнению коммунальных служб Вот мы движемся дальше вдоль улицы Житнеторская Вдоль подножья Щековицы Впереди еще один дом, который явно уже обречен Как раз вот эти вот пыли Вот дом и вот, а между ними уже строят Оказывается, это уже не Житнеторская, а Ярославльский переулок Вот в нем Ярославский И вот в нем расположен такой дом Мы думали, что он под снос, а его окна, однако, закрыты весьма такими богатыми решетками Может быть, он выстоит, уцелеет Давайте подойдем к нему поближе Очень... Посмотри, какие тут декорации Подожди, давай я с ней И подойдем ближе еще с ней О, там, смотри, над воротами Такая лепнина, я бы сказал Видишь, композиция Когда-то красивые ворота Они и сейчас довольно красивые А вот наверху такая штуковина Это, наверное, муза И карниз Мы идем по началу улицы Фрунзе Она очень длинная И идет под всей цепью холмов Которые славут, как Кирилловские высоты Это Щековица, Юрковица И дальнейшие горы Слева тоже классическая подольская архитектура Да, вот давайте мы ее вам покажем Тут будут какие-нибудь там центры Киев постепенно уничтожает Поэтому снимать все, пока мы едем То успеваем, то снимаем Трамвай, 19 маршрут Едет по улице Фрунзе Следует в сторону Контрактовой площади Это модель крамвая Татра Видим один из отрогов Щековицы Виднейшаяся еще застройка Но на Щековицу мы сейчас не полезем Потому что мы идем к Юрковице Старый домик с лепниной Это Киевское высшее профессиональное училище Швейного и парикмахерского искусства Я бы присвоил ему статус памятника архитектуры Вот мы стоим на перекрестке Кирпичный завод На территории которого мы лазали в первой части фильма В серии «Логоо Змеева» Сейчас мы находимся на улице Нижнеюрковской Где когда-то протекал ручей С этим ручьем связана одна история Когда гетьманом был Иван Масепа Между магистратом и Кирилловским монастырем Восник земельный спор Где определять границу земель монастыря И которые принадлежали магистрату Точнее, потому что кивские земли Граница определена была по Юрковому ставку Но сразу же возник вопрос Где он находится, так как в этом районе Находились два подходящих ручья Или как тогда говорили потока Для решения спора была создана комиссия Из высокопоставленных чинов казачества В нее входили Кочубей, которого потом Мазепа казнил А также Исаулы, генералы Представительства московской власти Также на местность, чтобы решить эту задачу Где же находился Юрков Ставок Выехала как комиссия, так и обе спорящие стороны Это магистрат под предводительством Войта Со стороны Киева, киевских мещан И со стороны Кирилловского монастыря Его игумен, эконом и другие представители духовенства Чего они пищат Все? Да Руководство монастыря считало, что поток, на котором находится Юрков Ставок Находится между Юрковицей и Щековицей Первый день выездного этого заседания комиссии Магистрат, люди магистрата повели комиссию Иорданской церкви, Иорданскому монастырю Чтобы показать Вот поток, и на нем стоит Ставок И это именно Юрков Ставок Проследуем на север А вот мы сейчас это покажем Дорогие зрители, обратите внимание на эти уникальные рельсы на улице Фрунсо По одной рельсе трамвай едет в одну сторону, а по другой он возвращается в другую сторону Такая вот улица каскадеров-трамвайщиков Да, на самом деле это монорельсовая дорога Настоящий монорельс Тру! Тру монорельс Тру монорельс Тру монорельс Уже двенадцатый Вот подъезжает величаво трамвай номер двенадцатый Он приветливо открывает дверь Но мы в него не сядем, потому что мы идем на Юрковицу Учетная сторона улицы Фрунсо целиком занята промзоной Учетная сторона улицы Фрунсо целиком занята промзоной И левую сторону, в принципе, тоже То кирпичные заводы оккупировали, то Тоже, в принципе, под холмы, в принципе, тоже промзона подобралась Осеннее путище из золотых сухих листьев Мне нравится слово «путище» Да, конечно А с ним видеть соленость Классика промышленной зоны Уходящие вглубь дворы Уважаемые зрители Мы приближаемся к месту нашего назначения на сегодняшней съемке Это Юрковица Мы свернем к нововоссозданной Иорданской церкви И полезем на гору, чтобы найти, во-первых, древний вал Вот мы сворачиваем туда и шествуем Мы шествуем дальше Раньше Иорданская церковь располагалась справа, где сейчас нотная фабрика Поскольку построили нотную фабрику, то обители возродили уже позже левее Вот, а кладбище осталось над горой Теперь оно над нотной фабрикой А раньше было над Иорданской церковью Поднимаемся к Иорданскому же кладбищу По старинной лестничке с деревянными ступеньками Золотая осень Конец октября Древние путищи Восхождение С одной стороны берег и с другой Это может быть как рукотворный овраг, так и естественный Вот То есть мог быть сплошной склон А они взяли, прокопали в нем такую вот дорогу Итак, мы поднимаемся на Юрковицу До Иорданского кладбища В нашем пути будет древний вал О нем профессору Петрову, дореволюционному исследователю киевской старины Рассказывал Хвойко, знаменитый археолог Что вот, мол, есть такой древний вал И Что за вал Непонятно, никто его не исследовал Не копал Но поскольку Мы Отождествляем Юрковицу с Харевицей Руководствуясь Миниатюрой Розавиловской летописи Руководствуясь 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 Мы, помнишь, предполагали в прошлый раз, что это рукотворное, но вот такая структура, видишь, терраса ровная, опять терраса, это действительно рукотворное, то есть для чего-то на склоне проводились земляные работы, то есть может быть это все остатки укреплений, поскольку мы уже знаем, что кладбища здесь не было, то это могут быть какие-то следы укреплений. Вот мы снова выходим на террасу, еще одну, если бы тут, я думаю, провести раскопки, можно было бы найти много чего интересного. Я тоже так думаю. Сейчас панорамку снимем, чтобы зрители видели, вот один, одна терраса, вот там идет второй уровень онной террасы. Вот мы снова вышли на площадку, вот такой идет подъем, тут явно раньше была, может быть, лестничка или просто тропка, и мы приближаемся к этому валу, к древнему валу. На одной его оконечности строители поставили туалет, типичную будку киевской архитектуры. Вот теперь смотрим, мы поднялись наверх, вот этот вал и ров, вот он. Вот он туда продолжается, понимаешь, вот получается, что это, возможно, вот часть укрепления. Смотри, как строго идет вниз, внизу терраса, потом она переходит опять на террасу. То есть, этот склон обрабатывался вручную, проводили земляные работы по фортификации в каком-то веке. Может быть, это делали люди харива. Вполне. Вот этот туалет в начале рва. Видите, местная достопримечательность. То есть, туалет выходит своим жерлом, соплами, прямо в ров. Давайте посмотрим, был ли ров закопан выше. Непонятно, тут стройка. То есть, возможно, ров продолжался дальше, а может быть, не продолжался. Снимаем этот ров. Вот я в него спущусь. Давайте посмотрим. Вот ров, он давно зарос деревьями, но еще сохраняет свою форму. И хвойка о нем рассказывал профессору Петру. Вот, мол, тут ров есть. Где-то в этих окрестностях в 1927 году проводились раскопки и вроде бы нашли остатки дворца великокняжеской эпохи. Но где именно, история умалчивает. Вот я иду по одной стороне вала. Дальше этот ров между двумя валами идет дальше, в сторону, условно говоря, нотной фабрики. Вот туда вниз. Растут клены. Юрковица, она же Харевица. Юрковица, она же Харевица. Мы находимся сейчас на горе Юрковица, она же Харевица. Посмотрите, пожалуйста, туда. А вот за этим холмом находится, находился глиняный карьер, где хвойка раскопал кирилловскую стоянку. Мы скоро туда направимся. Пока еще немного побродим по Юрковице. Вал, во-первых, он спускался вниз, а потом он тут сворачивает. Вот, видишь, сворачивает вал и идет вниз. Вот мы находимся на валу, а под нами идет древний ров, который следует зданию нотной фабрики. Однако, некий ров поворачивает и в сторону оврага. Вот он идет в ту сторону. Вся земля тут изрыта ямами. Возможно, тут были какие-то строения или раскопки проводились. Вот склон идет к такими явными террасами, нисходя в овраг. А там стройка уже. Не просто яма, тут просто не копает. Это следы деятельности черных археологов, кстати. Ну да, просто жму с ним не дали. Вот мы снимаем панораму. Видно часть Почайны. Смотри, вот, в принципе, вот это вот, вот это вот. Вот тут явно стоял дом какое-то, здание, строение. Может быть, часть дворца, действительно, или кокняжеское. Вот, смотри, вот именно ровное, искусственно спрямленное место. Смотри, все-таки выравнивание, это достаточно, скажем, в сложной этой работе. Вот еще, мы спускаемся дальше. А тут очень глубокий этот овраг. Вот мы подходим к его краю. Кстати, вот такой глубокий яр выходит. И внизу расположены иорданские кладбище. Вот мы уже видим хлисты. Мы все к ним подбираемся. Есть там, где отбережено, там тоже? Там живут люди. Там, сейчас я уже не помню, были дачи раньше, а сейчас, наверное, просто живут. Ну, как мы тут спустимся? Мы спустимся в другом месте, вон идет тропа. Вот сюда? Да. Понял. Давайте сделаем панорамку такую, юрковицы, вот. Я думаю, что вот тут, где этот овраг, раньше могла быть проложена какая-нибудь лестница для спуска вниз. Ух ты, там древние отгробия, сейчас посмотрим. Но сначала сделать панорамку с такого мыска. Мыс. Сказ вот с этой тропинки, которую я снимаю, вот она довольно пологая, к ней надо будет подобраться. Далее внизу, там дальше, ниже находилась иорданская церковь, а над ним было иорданская клальбись. Вот оно внизу расположено. Но я думаю, оно расположено на месте, где был комплекс построек вот этого вот Харива. Вот мы видим такую еще внизу террасу. Она довольно широкая и плоская. И если так посмотреть, вот смотри, Коля, смотри, видишь? Вот она идет, вот так идет, вот идет, там был угол, вот угол шел так, и был пологий спуск. Вот он идет террасами, зигзагами. Я думаю, что не зря кладбище тут сделали, потому что был издревле сделан удобный подход к этому вверху расположенному кладбищу. Ну что же, принимаем спуск к иорданскому кладбищу. Ну что, будем обходить или тут спустимся? Честно говоря, там мусор, там, честно говоря, ну проще там, но я попробую и здесь. Ну, а здесь. Начинается, знаменитая, экстрим киевской амплитуды. Когда мы идем самым кратчайшим путем. Он, как правило, самый сложный, но и самый интересный, самый быстрый. Опа! Какой же тут бутылка есть, что-то? Ага. Так, а вот смотри, тут интересные цветочки и шиповник. А вот шиповник свидетельствует о том, что это место было обитаемо. Так, пойдем. Так, где-то, скажем, коляночки, способы. Сейчас, плюс у меня тут вот эти. Конечно, вопрос интересный, как я буду спускаться, ибо в одной руке. А-а-а, шипы. Да тут шипы меня пронзают. Так, ну что? А вот как спускались древние люди времен Киевской Руси. Вот они тихо, мирно спускались по этой тропке, а не так, как мы. Итак, вот Ярданское кладбище. Немного тут, кажется, уцелело, если это только оно здесь. Может быть, есть ниже просто. На этой камере панорама, получается, сорвана, но не сделать панораму я не могу. Явно турбияма раскапывали могилу. Вот остатки памятника. Видно, стоял крест. Крест был, его уже нет давно. А нет ли тут надписи? Я ничего тут не вижу. Ну что? Вот, вот есть. Давай посмотрим, кто тут. Александра Владимировна Загорная. Умерла 5-го, 2-го, 1916-го. Мир праху твоему, дорогая жена и мать. Может быть, родственники, которые видят это, теперь будут знать, где расположена могила их прабабушки. Итак, Александра Владимировна Загорная. Умерла в 1916-м году. Давайте еще посмотрим доступные могилы. Вот тут, но тут ничего уже не разобрать. Здесь нет таблички. И здесь нет таблички. Над нами возвышаются холмы. Холм Юрковицы, склона. Там, ты говоришь, замазано, да? Да. Вот тут всюду холмики. Видишь, как бы остались следы от таких улиц между могилами. Но, видно, кресты разворованы. Да, скорее всего, на металлоном там подставали могли. Какой был смысл делать? Ну, смотри, это свежая краска. Относительно свежая. Ну, лет пять, может быть. То есть взяли и для чего-то замазали. Для чего? Чтобы, скорее, кто-то похоронен. А вот там проступает надпись. То, что замазано, можно прочитать. Слово память или памяти. Там проступает все-таки что-то. Террасированный справа склон. И под ним плато, на котором остатки кладбища. Вот вся эта земля состоит из могильных холмиков. Но крестов раз-два и общался. А памятник тут всего один. Слева опять спуск, крутой спуск, обрыв. Мы покидаем кладбище, направляясь в сторону улицы Фрунзе. Высота. Идем по террасам. Чуть не выбил себе глаз. Вот тут явно была еще трошка наверх. Интересная местность. Это северный мыс Юрковицы. Ржавая металлическая пластина и яма. Мы спустимся и посмотрим, что это. Выкопанная яма. Вот такой раскоп. Два металлических дрына. Рельсы. Но меня сначала интересует... Там такая... Опа! Ага, я упал в могилу. Серьезно. Тоже знал, что тут вот такое вот. Так. Подожди. Сейчас я попробую снять. Вообще вот я шел сначала к металлу. Вот мы видим такую металлическую древнюю штуковину. Лист металла. Он уже развалился. Он ржавый. Насколько он ржавый? Насколько он древний? Я не знаю. Вот тут кто-то выкапывал агилы. Раскапывал. И отмечал их местонахождение. Вот тут нижний уровень террас. А мы сейчас к самому оврагу. А вот смотри. Тут тоже уже что-то копали. Раскапывали. А что они тут копали? А вот непонятно. Вот такой глубокий роскоп делали. Искали что-то интересное. Великокняжеское. Потому что это ж места-то летописные. То, что сейчас живет как Южная Йорковица. Ранее называлось Лысой горой. Вот мы находимся практически в начале старинной дороги. Дороги, которая вела вдоль Лысой горы наверх к Лукьяновке. По правую руку мы спустились уже и показали вам с полей остатки какого-то городища и малая часть Иорданского кладбища. А по левую руку от меня на холме, занимаемом ныне садовом товариществом Кожевник, располагалась большая часть кладбища Иорданского. И вот комиссию, призванную определить, где был Юрков, Ставок на потоке, провели именно на тот холм, чтобы с него-то показать там северный поток, а на оном Ставок Юрков, как утверждали люди магистрата. Вот тут на кладбище заносили покойников по этой вот довольно крутой, но подъемной дороге. Давайте поднимемся по ней, вдруг на ней остались могилки. Вот видно собственно Лысую гору с остатками городища. Вот овраг, которым проходила старая дорога к Лукьяновке. Мы же дальше поднимемся. И снова упираемся в забор садового товарищества. Вот тут стеррасированный склон, явно место кладбища. Видно Лысую гору или Нижнюю Юрковицу. С другой стороны, с севера. Там прохода нет, там тоже садовое товарищество. На карте Миленского за 1830 какой-то год, вот эта часть кладбища, она самая большая и сейчас тут не осталось ни одной могилы. Вот место еще двух захоронений, возможно небольших и обломанный крест. Вот его основание. Кто тут был похоронен? Неведомо. Вот тут тоже видно все было в могилках. Вот мы там, где мы ходим сейчас и всюду груды кирпича старого замшелого. Это подозрительная ложбина тут вырытая. Не черные ли археологи постарались? Давай посмотрим, что скрыто под этими листьями. Видны следы раскопа. Вот, то есть тут рылись черные археологи. Что-то тут искали. Может быть клады или черепки. Набросали листья. Глубину раскопа поделить не удается. Вот тут уже глина. То есть они почему-то, они покопали, а потом закопали. Вот, а что они закопали? Про то неизвестно. История умалчивает. И если они еще продолжат свою деятельность, скоро тут копать будет нечего. Они обрушат весь склон. Как велосипедисты-даунхильщики обрушивают Кирилловскую пещеру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внизу располагается нотная фабрика, а раньше, справа от меня, находился Богословский монастырь, а слева – Иорданский монастырь. Богословский монастырь был основан царевной Софией и первоначально располагался в центре, в Верхнем Киеве, возле Михайловского монастыря. Но когда Петр Первый пришел к власти, и ему не нравилась деятельность царевной Софии, он перевел Богословский монастырь сюда, на окраину. Иорданский монастырь назван так, потому что над ним, на холме, там, где мы с Колей вам показывали остатки древнего городища, располагался источник, где якобы был найден ковшик, уроненный на Иордане, то самое, что в Палестине. Поэтому монастырь был назван Иорданским, так гласит легенда. Вода из этого источника была по трубам проведена вниз, в рот бассейна. Где сейчас этот источник? Неведомо. В новосозданной Иорданской обители источник, вероятно, другой. Местность террасирована. Террасирование склона свидетельствует о его былой населенности, потому что люди не могут жить на отвесных склонах, и поэтому они их террасируют. Вот явно след от здания, вот оно сюда вписывалось. Тут же были, собственно, постройки монастырьские и постройки древнейших времен. На уступе над бывшим Иорданским монастырём мы нашли коллектор. Ну вот она собирает. Вот идём посмотрим туда теперь. Точно такие же трубы отходят справа, потом сверху, либо этот ручей тёк вдоль старой дороги, либо это просто грунтовые воды. И потом вот эти две трубы сливаются и уходят дальше в сторону нотной фабрики. Я вот так встал, что чуть не навернулся сейчас в более широкую трубу. Вот здесь, в советское время, несознательные люди, несыны проделали вот этот проход и вносили ноты с нотной фабрики. Территория нотной фабрики. Вот видите, какая труба высокая? Из неё тоже запускали пачками ноты вместо салютов. Дорогие зрители, мы сейчас направляемся к месту, где археолог Викентий Хвойко в 19 веке раскопал знаменитую Кирилловскую стоянку, где были найдены кости 67 особей мамонта и одного шерстистого носорога. Это только в первом нижнем слое, а в верхнем слое тоже были найдены различные следы пребывания доисторического человека. Что любопытно с Кирилловской стоянкой. Там не было жилища. То есть, возможно, это было просто место жертвоприношения этих мамонтов. И снова, обрати внимание, местность спускается террасами. Это значит, что это была обжитая местность. Как мы тут пройдём? Да, пройдём. Вот, видишь, слева очень такой крутой склон зарослей. Но справа идут террасы. Тропа. Любая тропа ведёт куда-то. А как мы там выйдем? Выйдем там, мы идём в сторону автобазы. А там есть спуск вправо. Там же камера перелезешь? Конечно. На той и расчёт, чтобы идти и снимать. Опять самая тянь, идём в сторону дерева. Деревья, поросшие мхом. А вот к чему-то вышли, смотри. К чему-то. Интересно не то, к чему мы вышли, а то, где мы ходим. Да, это интересно. Мы-то ходим. О! А вот, что интересно. Родник. Да. Вот тут родник течёт вниз. И что мне интересно. Вот смотри, видишь, спуск. Вот тут, тот же спуск. Видишь, вот. Укреплённый спуск ведут вверх деревянные лестнички. Там наверху живут люди. Вот. А, собственно, вот там Хвойка производил раскопки. У нас есть с собой карта. Мы находимся под холмом, где находится садовое товарищество Кожевник. А сейчас мы пройдём на север, в то место, где Хвойка проводил раскопки. У нас там следующий холм, за холмом мысом с этим Кожевником. И вот дальше, следующий холм рядом с автобазой, там где-нибудь Хвойка и нашёл стоянку. Садовое товарищество Кожевники, вот там была основная часть кладбища. Вот. А там соседний холм, это холм, соседний отрок, отрок с раскопками Хвойка. А следующий отрок там была группа пещер, фигурирующих в геле Бейлиса. Это склоны холма соседнего с холмом, где Хвойка проводил раскопки. Вот тут, с другой стороны, под нами, Богославский спуск. Вот тут заканчивается мыс, этот холм, где садовое товарищество Кожевник. И следующий холм за этим холмом и есть то место, где Викентий Хвойка нашёл Кирилловскую стоянку. Сюда идёт лестница между автобазой и холмом садового товарищества. Такие склоны. Сюда вот вгрызался берег, вгрызался кирпичный карьер завода, потом это был завод Зайцева, во время Хвойки, не Зайцева, я уже не помню, кого. И вот комиссия поднялась на этот холм, где было кладбище, и люди магистрата рассказывали, что вот тут внизу протекает поток, и на нём обретается Юрков Ставок. Но документов, доказывающих, что это именно Юрков Ставок, у них не было. Давайте посмотрим, остался ли здесь поток хотя бы, то есть ручей. Вот уже тут начинается коллектор, дальше он будет даже журчать. И вот там за этим белым зданием и есть следующий холм с Кирилловской стоянкой Хвойки. Попробуем пройти туда ближе. Холм, где сейчас садовое товарищество Кожевник, там была большая часть Иорданского кладбища, и туда привели комиссию, где с высоты показывали. Вот тут, мол, протекает поток, на нём плотина и Юрков Ставок этот самый. Но никаких документов, что это именно Юрков Ставок с таким названием, магистрат предоставить не мог. Вот давайте мы подойдём ближе к коллектору. Вот коллектор. Тут вручит вода. Такой коллектор. Вот Холмс, под которым Хвойка вёл раскопки. А следующий отрок, там, к северу, это место, где была группа пещер, фигурирующая в деле Бейлиса. Вот я стою сейчас на бетонном, бетонной плите над коллектором. Сейчас. Панораму отсюда сделаю. Вот здесь Викентий Хвойка на этом склоне проводил раскопки. Он копал и наверху. На знаменитом снимке виден этот характерный мыс. И внизу, где основные раскопки проводил, там сейчас автобаза. А вот само вгрызание в Холм, оно осталось. Я стою перед забором садового товарищества Кожевник. Садовые участки расположены как в низине, откуда течет ручей, фигурирующий как поток около Иорданской церкви в старинных актах земельных. А по правую руку от меня отрок холма, тоже его покрывает садовое товарищество Кожевник. И вот на том месте раньше была основная северная часть Иорданского кладбища. И садовые участки расположены на могилках. Когда комиссию туда привели, в документе, составленном потом комиссией, написано, что нас, то есть комиссию, повели над Иорданскую церковь на могилки. И с таких могилок мы показывали. Вот поток, а вот на нем гребелька из товарок. Тут вот этот самый овражек, туда нельзя пройти. Ну вот в нем протекал поток, на котором был столок. К сожалению, мы не можем снять это частная собственность, и дверь закрыта у всех свои ключи. Слышено ручей в гуще в коллекторе. Вот собственные узнаваемые по старым фотографиям место раскопки Кирилловской стоянки. Мы попробуем подняться на самый верх. Вот Коля проходит под раскопанным мысом. Деревянные ступени приедут. Что, что? Отлезть на проживание можно залезть. Вот взять, влезть туда и панораму снять сверху. Вот откуда хвойка копал. О, белка какая. Что? И там белка. Даже бегает. Слева от мыса, раскопанного хвойкой, находится такой пригорочек, где есть провалившиеся пещеры. Вот мы сейчас заглянем в одну из них. Они обвалившиеся, залезть в них невозможно. Но мы можем посвятить туда фонариком в один из трофодов. Вот туда идем вглубь. Узкий лаз. Такой же лаз есть с другой стороны. Вот тут есть тоже лаз и он засыпан. Такой же лаз есть чуть дальше и наверху там где стоит коля. Сейчас мы туда поднимемся. Вот тут тоже вход. Тут сложно что-либо снять. Здесь вот такой холм. теперь обратите внимание на панораму которая открывается отсюда. Это автобаза. Внизу под нами хвойкой проводил основные раскопки постепенно срывая склон находящиеся справа от нас. Левее еще овраги 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 овраги. А нам было бы интересно подняться вот туда на самый верх самый пригорок исторический пытка забраться наверх на высоту несусветную историческим места где никто не лазал полное прохождение привет Викентию хвойке выше и выше пары увеличиваем корни не делал ну понятно как и слезу там наверху забор то есть на самый верх я не смогу залезть понятно панорама открывающаяся с раскопок Викентий хвойке практически в самом верх выше залезть невозможно просто колес стоит где-то там внизу очень не хотел сейчас упасть вниз чревато чревато скажут позарился на частную собственность я думаю я думаю что за по крайней мере около 100 лет тут никто не был тут нет мусора я стою я стою под самой вершиной склона на котором хвойка нашел кирилловскую стоянку он разрывал этот склон вот вот там под нами было глинище глиня карьер у нас долетает звук долетающие звуки музыки это проявление частного сектора они живут в исторической местности и не знаю где они живут крутой склон по которому если вернуться вниз везде не соберешь теоретически можно туда пройти но там забор вот тут тысячелетия назад вероятно с обрыва этого сбрасывали мамонтов принося их в жертву потому что жилища человеческие на кирилловской стоянке найдены не были был ремнивые некие орудия небольшие очень маленькие в нижнем слое 67 кости 67 особей мамонта вот тут деревья уже повалены обвалили со склона пора спускаться и мне а вот я подобрался к этому месту с другой стороны это сложно но преодолел залезть очень сложно одной рукой снимать а другой карабкаться мы еще выше сыпучая почва и крутой берег перехватиться рукой опт зачем я сюда лезу ребята все самая высшая точка высота взята высота взята мы находимся теперь на самой высшей точке съемок вот такой карнизик черт меня вот там коля внизу так надо отсюда сваливать сейчас вот склон он был так вот раскопан охрана слева надо исчезнуть раствориться ходит охрана ну что же пора спускаться кирилловская стоянка вот что тут есть вот какая-то фиговина бетонная я не буду лезть в нее я не знаю что это коллектор имеет отношения вот этот обраг за ярко висе над нами кладбище остатки оного и узкий обраг берега в ярах очень высокие склоны сейчас вот тут снова ровная плата плата в удолье я бы сказал где только не встреча знаменитых киевских свалок даже в таком месте вот видите тут валяется ступень ракета упавшая из космоса еще в 50-е годы валяются это был секретный проект до Гагарина летали на железобетонных ракетах и это одна из ее ступеней самая маленькая ее ступень да но это все его части все связано а вот старый кирпич видишь на нем написано G.S. Я а что там дальше делать не я а можно дальше прочитать и так проще что-то дальше написано насколько позволяет цемент G.S. Яс а дальше уже непонятно что-то ну то есть тут на этой старой дороге валяются старинные кирпичи я думаю есть гораздо более древние строительные материалы кроме этого кирпича шатур вот колючая проволока тут частная собственность за эту колючую проволоку мы не проникнем нет сверху соседнего холма шла тропинка она едва угадывается может быть тут раньше было были такие деревянные ступенечки подпорочки планочки видим уже вот справа стройка которая подбирается к валу вот коля мы сейчас посмотрим что находится здесь берега обрага превращены в свалку кавер планочки на подбирая вода 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! И будем выбираться к цивилизации. Материалы, снятые с трудностями, приобретают особую ценность не только в глазах их создателей, но и в глазах зрителей. Зрители подумают, вот какие смельчаки, в слякоть, в грязь, они лезут героически на различные склоны, выбираются к гаражам, заборам. Вот, вверх торгового товарищества Кожанник, ой, садового товарищества Кожанник. Мы выбрались на улицу от Ташмитта. Добро пожаловать в Казахстан! Сейчас превращены в свалку, поэтому пешему человеку их одолеть практически невозможно. Вот, мы бы хотели спуститься, чтобы исследовать их там, вот это удолье, которое выходит к еще одному склону. И вот, в принципе, где-то там Антонович и его соратники нашли у подножия склона 4000 скелетов. Они считали по черепам. Кому принадлежали эти скелеты, неизвестно. Среди них было найдено несколько мечей, нехитрые украшения. Если идти в ту сторону, там будет то карьерное озеро, которое мы вам показывали в фильме «Логово змея». Вот, если идти в ту сторону, там кирпичный завод. Вот, вот такие тут крутые склоны, очень, практически отвесный склон. Вот мы все-таки начали спуск. Да, мы таки рискнули, так как обнаружили более-менее подходящий спуск. Спуск, явно он сделан когда-то людьми. Они, как бы, сглаживали ход вниз. Всюду, опять же, валяются старинные битые кирпичи. Поперек удолья повалены деревья великаны. Идем из расчета выйти к склону над карьерным озером, над кирпичным заводом. Вы спросите нас, зачем мы снимаем это нисхождение. Ты был прав. Посмотрите, какая там сейчас красота будет. Там не просто красота, там полезнейшее для краеведов место. А теперь обрати внимание на очень ровную кромку этого места. Ибо она рукотворна. Вот мы сюда походим. Тут даже смотри. Тут даже еще вкус есть такой интересный. Листопад настоящий. Вот мы сейчас стоим на Юрковице. Тоже на южном ее отроге. И видим очень примечательную картину. Ее склон террасирован. Весь огромный склон террасирован. Давайте посмотрим, какой открывается вид отсюда. Вид просто обалденный на подол. Или это уже тут не совсем подол, по-моему, да? Это как бы стык, оболон, не с подолом. Да, тут промзона, какие-то здания. Да, что б я ходил. Да, что б я ходил. Вот Коля сейчас проходит мимо трех раскопанных могил. Сколько им лет? Когда здесь было кладбище? Неведомо. На картах тут захоронений нет. Живописно, кстати, смотри. Невесть откуда тут молодая сосна. И еще одна. Стоя на одной из террас, мы видим внизу еще одну террасу. А там еще одну. И так получается, что идут террасы за террасой. И в самом низу, если мы правильно предполагаем соотношение мест, Антонович находит 4000 скелетов. А мы же обратимся к югу и пойдем по Юрковице, в сторону Щековицы. Следы, всюду следы раскопов. Явно вот могильная яма была, могильный холм все еще остался. Тут рыли, перерывали эти несчастные могилы. И это же уже другой сегмент Юрковицы, не только где Иорданское кладбище. Так, или я прыгаю вниз, или прыгаю вперед. Вперед, оба! Так, и вот эта нижняя терраса все длится и длится. Это как бы, видишь, мы идем по краю чего-то. Что-то тут было раньше. Да. И просто потом склон оползал. Что мы... Мы сейчас свернули в сторону опять, в направлении Ортушмита. Видим фундаменты чего-то. Все в камне. Если бы я знал, как называется этот камень, я бы сказал зрителю. Но я не знаю, как он называется. Тут были постройки. Вот все-все в замшелом кирпиче, в камнях, ямы. Я думаю, мы сейчас свернем еще правее. Это какие-то аж казаны были в луке. Вот что-то в этом роде. Вот тут приветливая тропка. Едва заметная козья тропка ведет наверх. Оставляю Коле право быть первопроходцем. Да. Просто если я буду падать, я тебя собью. А так, если ты будешь падать, я успею отойти в сторону. Надо тут быть этим... Каким-то воплощениями индуистских богов многоруких. Кряхтение в камеру не украшает кадр, но свидетельствует о тех усилиях, которые предлагает оператор, дабы подниматься по этой сырой и скользкой почве. О, вот мы и вышли к цивилизации. Какая-то башня. Не очень полезно найти. О, старый кирпич. Три штуки. И надпись. Бершаков. ЛД. А представители духовенства Кирилловского монастыря говорили, что поток течет между Щековицей и Юрковицей. Вон там. И в самом деле там протекал поток, но не было никаких признаков вставка. Игуменом Кирилловского монастыря комиссии были предоставлены 10 свидетелей, подданных самого Кирилловского монастыря. Свидетели были названы старожилами, которые должны были подтвердить, что это именно тот поток, на котором находился Юрков вставок. И свидетели начали говорить, что да, поток именно тот из того, кто был. Но при расспросах комиссии оказалось, что старожилы не такие уж старожилы. Они тут поселились либо во время войны Богдана Хмельницкого, либо после нее. Но, со слов настоящих старожилов, они, мол, знали, что именно тут был этот Юрков вставок. В качестве дополнительных доводов двое так называемых старожилов вдруг вспомнило, что в седую древность по обе стороны потока стояли две корчмы. Одна принадлежала Кирилловскому монастырю, а другая Киеву. И вот это-то и должно служить главным доказательством, что поток именно тот, на котором стоял ставок. А ставка при комиссии даже следов не наблюдалась. Что же делает комиссия? Комиссия перестает разбираться в том, где же был этот Юрков вставок. То есть комиссия наплевала на задокументированную межу в виде Юркового вставка и просто постановила, что вот этот вот поток, который течет между Щековицей и Юрковицей, на котором мы сейчас находимся, есть в разграничении земель между Кирилловским монастырем и Магистратом. Магистрат уже, чтобы подпластить пилюлю, были даны вечную собственность спорные земли под Щековицей, где Магистрат строил кирпичные заводы, а духовенство Кирилловскому монастыре препятствовало этому. Вот таким образом Кирилловскому монастырю отошла большая часть земель, потому что это очень даже нехило. А Магистрат получил Щековицу. Вот такой склон. Конечно, заманчиво с него сейчас сбежать, расставив руки, но там мы не пройдем, поэтому мы пойдем в обход. Как было классно следить. Знаешь, я забыл, как эти, что я, типа Дельтапан, который без моторчика штуки, типа прыгаешь и летишь так вперед. Вот это было, честно говоря, я уже давно не снимал. Да и видишь, вот тоже, склон весь превращен в свалку. Вот это, зрители, посмотрите, это южный склон Юрковицы, руками человеческими превращенный в свалку. Панорамку снять. Это мы уже оттуда снимали? Да. Сейчас панораму. Склон Юрковицы опять. Вот мы по нему лазали. А по правую сторону начинается Щиковица, летописная гора Щиковица. Чувствуешь ли ты? Что-то задел, когда я не понял. А чтоб водители не долбили за поворотом. А теперь вдохни воздух и почувствуй этот запах. Вот чувствуешь ли ты, чем пахнет? Знаменитый слив, как любят сливать в ручьи всякую гадость. Он коллектор, вот, видишь, это тот поток, который туховенство принимали за ручей, на котором вставок. Вот тут старый дом. Вот руины под Юрковицей. Двухэтажный дом, а за ним еще один, или это его пристроечка. Сейчас. Ну как же, чтоб киевская амплитуда не зашла на руины и не посмотрела, что находится внутри. Загажено, но крепкий. Перед ним располагался в фруктовый сад. Теперь уже, интересно, как давно тут не живут люди? Я думаю, что очень давно. Внутри пахнет сыростью, стены пробиты. Намусорено. Какие-то гоночные машины, то есть, я думаю, в начале 90-х он опустел, поскольку там календари с буржуйскими такими машинами. В советское время таких буржуйских машин на стенах не было. прощай, старый дом, тебя скоро снесут. это дверь когда-то открывалась, в него входили люди. То ли остатки подпорностями, то ли еще чего-то. Я ошибся, полагая этот дом жилым. А вот еще на дверь в никуда на ней написано «Стой! Опасно для жизни! Посторонним вход воспрещен! Ответственный такой-то ран, такой-то телефон, такой-то». Дверь номер 18 и табличка не курить. Тут было крыльцо деревянное, оно обвалено. Вот этот дом с другой стороны. Стена. Первый этаж. Таинственная труба. Вернемся к улице Нижнеюрковской. За грудами мусора нас ожидает Коля. Ручей протекает в коллекторе вдоль Нижнеюрковской. Мы идем назад к улице Фрунзе. Тут за Нижнеюрковская 8А. Вот замечательный жилой дом. И у него детская площадка есть. Халабуды какие-то стоят. Северная часть Щековицы перед нами. Вид от дома по улице Нижнеюрковской 8А. Вот котельная. На всей территории нельзя двигаться со скоростью больше 5 км в час. А если я побегу? Тогда все. Катастрофа. Посторонний вход воспрещен. Мы посторонние на этом объекте. Спустимся по лестничке с перилами. Вот оно где течет. Аккуратно. Да, ну что, мы все равно не снимем. Мы можем поставить, чтобы на дороге. отсюда следы заброшенных опустевших строений. Вот, вероятно, частный дом. Поскольку склон покрыт садом. Частный дом подможенщик Юрковицы. Какое-то учреждение связано с МВД. По левой от нас стороне Нижней Юрковской идет вал. Этот вал находится получается с южной стороны Юрковицы. Инорама вала в другую сторону. И докажите, что это не вал. Это вал. Над ним расположена плата. Такая проходная модная. Вот уже мы приближаемся к улице Фрунзе. Вот щековица и ее склон. Судо стрелно снимать. Судо стоят какие-то богатые машины. Отсюда высовываются охранники с таким видом, будто бы мы преступники. Мы посмели направить объектив камеры на то, что они охраняют. Этот вал он продолжается. Смотри, как все продумано. Тут въезд, там вал и там вал. То есть вал окружал, как я понимаю, низовье тюрковицы. Там, где сейчас кирпичный завод. Постепенно понижаясь, вот этот вал идет и сворачивает почти под прямым углом в сторону улицы Фрунзе. А мы просто идем на Фрунзе в обход. Перед нами гостинка и щековица справа. Вот красные здания кирпичных заводов, которые мы вам показывали в фильме логова Змиева. Вот мы возвращаемся. 13 вот такой номер этой гостинки. Это старые здания. продолжение южной продолжение Нижнейорковской. Тут эта часть щековицы она тоже вся изрыта фортификацией. Но мы же возвращаемся к улице Фрунзе. Фрунзе Продолжение следует...